Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях актёр и режиссёр театра драмы Арсений Кудря. И поговорим мы о новогоднем спектакле. Здравствуйте, Арсений! Здравствуйте! Во-первых, для вас это впервые опыт постановки новогоднего спектакля. Да, действительно, новогоднего впервые. Называется он «Новогодняя лотерея». В этом году у нас такое неожиданное название, наверное, для новогоднего спектакля. Потому что лотерея, ну, хотя, может быть, это и интересно для зрителя. Потому что это всегда что-то неожиданное, какой-то, может быть, момент риска. Какая-то загадка всегда существует в этом названии. Новогодний спектакль – это довольно-таки специфичная постановка. какой жанр, и как вы считаете, вы же наверняка видели тысячи, может быть, спектаклей от других режиссёров-постановщиков. Что своего привнесли? Вообще для нас новогодние спектакли, когда у нас возникает это в нашем сознании, всегда это, конечно, детская сказка. Это всегда ёлочка, лисичка, волк. Баба-яга. Да, порой баба-яга, кто-то украл чудо или что-нибудь ещё у детей. В общем, нужно срочно это возвращать, и Дед Мороз в финале появляется, и всё ставит на свои места. Здесь у нас вечерний новогодний спектакль. То есть для взрослых? Для взрослых, конечно. И это такой для нас... Два года назад это был эксперимент, это третий спектакль, и когда это всё только начиналось, почему мы захотели это попробовать? Потому что в момент вот этого всего новогоднего марафона для детей, мы вдруг поняли, да, родители, конечно, приходят смотреть с детьми спектакли, но чего-то очень не хватает. В общем-то, это достаточно популярный жанр для телевидения, и существуют очень давно и фильмы, и разные даже сериалы вот на это новогоднее время. Это очень популярная тема, она такая хлебная достаточно, вот. Да и много разных фильмов ещё с советского времени, вот, действительно, новогодник, да, ирония судьбы, конечно. Вот, и мы в театре, в Рязани, по крайней мере, то есть в других городах, я знал, что где-то это может быть уже, да, действительно было, и новогодние спектакли ставят, действительно, вот такие разовые, как подарок зрителю, он не идёт в репертуар, да, он у нас проходит именно вот эти дни, чуть больше недели, и всё, мы о нём забываем. То есть это такой разовый спектакль. И, в общем-то, как оказалось, и как показывает практика последнего времени, это достаточно востребовано, и зритель ходит, зритель ждёт именно вот эту новогоднюю кампанию, может быть ещё в силу того, что она несколько отличается от нашего постоянного репертуара, да, здесь задача первоочередная стоит именно доставить удовольствие зрителю, как сейчас, наверное, да, можно выразиться, не грузить его лишней информацией, то есть зритель должен прийти, за полтора часа провести приятный вечер в театре, и, в общем-то, ещё после этого успеет прийти, с хорошим настроением сесть за стол, и, может быть, продолжить праздник, который он и так, ну, начнёт отмечать с 1 января, там, с 31 на 1. Я понимаю, что, скорее всего, всех «Завес тайны» вы приоткрывать сейчас не будете, но хотя бы о жанровой специфике и, может быть, какую-то интригу добавите, что в сюжете ожидает зрителя? Жанровая специфика, конечно же, здесь не может быть никаких других вариантов, как комедия, мы создаём настроение, мы стараемся развеселить, подарить какую-то хорошую атмосферу, и поэтому, конечно, эта комедия, она достаточно простая, она очень действенная, в ней меняются персонажи, они все разные, заняты прекраснейшие артисты, это заслуженный артист Александр Зайцев, всеми любимый в Рязани Юрий Борисов, и вот уже появление этой пары, я думаю, привлечёт внимание нашего рязанского театрального зрителя, и, может быть, тех, кто впервые собирается в театр, с этого спектакля можно начать, он достаточно лёгкий, а в партнёрши им не менее такие значимые артистки нашего театра достались, это Марина Мясникова, Анна Дёмочкина, есть у нас ещё две пары, скажем так, в этом спектакле, это молодые артисты, которых, может быть, зрители ещё не очень хорошо знают, но я уверен, он их уже присматривает и любит, это Анастасия Бурмистрова, Игорь Гордеев, это молодые артисты, и ещё такая неожиданная пара, вот здесь такой спойлер могу небольшой запустить, это, значит, Белка, это такой уже знак нашей новогодней кампании, она появляется в каждом году, и в этом году она тоже будет, и ей в пару артист Юрий Матков, а какой образ уже будет у Юрия Маткова, артиста с такой интересной фактурой, вот вы увидите уже на спектакле, поэтому об этом рассказывать не буду, чтобы какие-то появления каждого персонажа были неожиданностью, да, как вот лотерея, это неожиданность, и вот здесь такая лёгкая неожиданность пусть соблюдается. Акцентируй внимание, что за Белка? Новогодние праздники, народ достаточно расслаблен, отдыхает, и в театре драмы к зрителю приходит Белка. То есть это вот какой-то... Да, действительно символично. Да, небольшой момент нашего такого уже трэш-юмора, скажу так. Всё понятно. А каково вам довольно-таки молодому режиссёру работать с такими легендарными артистами, как Зайцев, например? Ну, с ними работать очень интересно. Слушаться. Ну, здесь, наверное, это неправильно будет звучать, слушаться. Я не тот человек, который может их как-то там заставлять подчиняться, да, это и не нужно. Понимаете, дело в том, что когда артисты настолько опытные, у них уже количество сыгранных ролей и опыта вообще, да, как артистического багажа, его настолько много, то здесь мы просто в обсуждении ещё застольного периода уже очень многое для друга поняли, мы понимали уже примерно, в какую сторону двигаться. Какие-то нюансы, может быть, да, как я себе это представлял. Мы их чуть-чуть там подправляли и где-то старались в какую-то одну, да, колею так вот всех выстроить, чтобы он всё равно двигался, как бы спектакль. Со стороны просто виднее, вот единственное, что порой бывает. А в целом то, как они импровизируют и как они работают с материалом, и насколько быстро они включаются, это, конечно, здесь самому просто интересно даже из зала наблюдать. Иногда какой-то восторг, особенно когда между Юрием Михайловичем и Александром Александровичем Зайцевым, да, включение каких-то своих игрушечек, там, партнирования такого правильного, хорошего. Здесь просто, когда выключаешься, забываешь о сюжете, потом, нет-нет, надо возвращаться. Всё, давайте вернёмся к тому, что мы делали изначально и будем продолжать работу над спектаклем. А то можно уйти и сыграть ещё одну, просто сразу же такую же пьесу, только уже в их импровизации. В общем-то, я думаю, что они на протяжении вот этой недели, они не раз отойдут в сторону от основного действия и сыграют что-либо такое своё, но зритель этого, конечно же, не поймёт и получит от этого удовольствие. Ну, это как в Ироне Судьбы. Тёпленькая пошла, да, в кабинет их разу. А такой вопрос, помимо Белочки, чудеса новогодние всё-таки будут? Какая атрибутика праздника помимо Белочки? Чудеса будут. Будет ёлка на сцене обязательно, конечно же, новогодний спектакль. Она тоже неожиданно предстанет перед зрителем в неожиданном ракурсе. Будут и пластические зарисовки в спектакле, насколько это мы смогли себе позволить, чтобы это не уводило нас тоже от действия. И, конечно же, бой курантов, и всё будет. Вы почувствуете, что Новый год приходит, вот-вот он наступит. Ну и стол, который будет накрываться, вот это ожидание, и запах мандаринов будет витать в воздухе. Поэтому я думаю, что ту самую атмосферу Нового года мы создадим. По крайней мере, мы сейчас над этим работаем. Как уж это в итоге получится, увидимся с вами. Надеюсь, что получится. А пластические зарисовки – это такая дань современному театру, может быть, в некоторой степени. То есть это вкрапление, насколько я понимаю, такого современного, модного направления театрального искусства. Хотелось бы как раз на этом тоже остановиться и не пугать зрителя. В этом спектакле есть какая-то хорошая такая атмосфера такого, знаете, старого советского кино, какого-то такого театра, в котором нету лишнего чего-то. Вот он настолько такой простой и тёплый, по крайней мере, сейчас у нас он таким получается, и в нём нет какой-то давящей формы, в нём нет какой-то пластики ради пластики. Нет, есть моменты того, что артисты меняют своё состояние в тот или иной момент, от предлагаемых ли обстоятельств, или от того, что происходит, от событий. И вдруг здесь просто этот танец не как вставной номер, да, как это рождение какого-то небольшого музыкального этюда. Просто он вдруг как бы выплывает органично из этого состояния. И поэтому они достаточно ёмкие, они не затягивают действия. Поэтому, нет, это не современный театр. Пусть зритель этого не боится. Не перформансы, не арки, я поняла. И ещё один вопрос по поводу того, когда можно прийти посмотреть на спектакль. Ну, премьеру мы прям первую самую играем 2-го числа. Вот, и потом уже там согласно расписанию, то есть последний спектакль, насколько я помню, 13-го. Возможно, будут дополнения какие-то в репертуар, потому что всегда появляется зритель, который хотел бы ещё. Мы до этого два года подряд дополняли ещё спектаклями репертуар. Поэтому всё согласно нашему репертуару. Но вот премьера 2-го начинаем этот марафон, а на данный момент заканчиваем 13-го. И что не может не радовать, ориентиром является классика советского понимания праздника. Вам, конечно же, с удовольствием поздравляю с наступающим годом. Приходите и в Новом году в театр. Мы вас будем ждать, всегда вам очень рады. И ждём вас на премьеру. Арсений Кудря был у нас в гостях. Режиссёр и актёр Рязанского областного театра драмы. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова